Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я покажу вам партию, от которой у вас поднимутся волосы на голове. Это настоящий шедевр и ты ум в духе Додматеи. Потратьте свои 15 минут времени и вы точно не пожалеете. Итак, 1946 год. Юрий Гусев белыми против Ауэрбаха. Итак, Е2, Е4 и С7, С5. Сицилианская защита. Черные выставляют пешку на Д6 и выходят в вариант Дракона. Белый играет слон Е2, черный ставит коня и конь отступает на поле Б3. Черный фианкетирует слона, короткая рокировка и в этот момент слон Е6 играет Ауэрбах. Ну что ж, эта позиция хорошо известна в дебютной теории. Чаще всего здесь встречается ход слоном на поле Ж5, но это был 1946 год. Люди только что пережили ужасы войны и они не привыкли отсиживаться в обороне. Они привыкли к шашке наголо и идти вперед в атаку. И именно так играет Гусев. Он делает ход Ф2, Ф4. Ну что ж, ладья С8. Пока черные подтягивают ладью на открытую линию. И Ф4, Ф5. Только вперед. Слон отступает на поле Д7. И как я уже говорил, 1946 год, тогда не думали об обороне. Только вперед и только в атаку Ж2-Ж4. Сейчас уже известно, что ход Ж4 неудачный, поскольку черные могут объявить шах трезем на поле Б6. И у белых нет нормальной защиты от этого шаха. Например, если отойти королев в угол, тогда последует конь Е5. И здесь на ход Ж5. А именно с этой идеей играют Ж4. Черные наносят удар по центру. Комбьют Е4. Потом забирают пешку на Ф5. И мы видим, что слон выходит на большую диагональ. И белого короля буквально уничтожают. Приходится играть конь Д5. И после Е6 белые могут сдаться спокойно. Вы скажете, что может быть на шах надо отойти на поле Ж2, чтобы потом убежать на поле Х3. Но тогда черные могут позволить себе побить, побить. Просто отступить кольем на Е5. И внимание, черный король до сих пор в центре. Это означает, что они могут пойти ладья Ж8 и атаковать белого короля. Опять же у черных решающая атака. Ну и последняя возможность это закрыться ладьей на поле Ф2. Таким способом избегая наказания. Ну тогда снова взятие на Ф5. Взятие пешкой. И конь Б4. Казалось бы, что здесь забыла черная кобыла. Мы прогоним ее пешкой. Но здесь стандартная идея для всего варианта дракона. Ладья бьет С3, уничтожая коня. Потом конь бьет Е4. Мы видим, что ладья белых под боем. Надо ее защищать ферзем. И конь бьет С2. Черные кони буквально топчут позицию белых. И ладья Ж8 становится в засаду напротив белого короля. И здесь снова белого короля избивают ногами. Таким образом, ходом слон Б6. Ауэрбак получал чуть ли не решающий перевес. Но он решил сразу утвердить коня на поле Е5. Пока что не объявляя шахов. И это позволяет белым продолжить свою пешечную атаку. Ж4, Ж5. Здесь уже шах на поле Б6 не годится. Поскольку белые просто перекроются ладьей на поле Ф2. Сохраняя перевес. Поэтому правильно делают черные. Отводят коня на поле Ж8. И в этой позиции белые в принципе могли продолжить свой пешечный загон. Они могут играть Ф6. Сильнейшее продолжение. И на взятие в персбьет Д6. Но видимо вот эта позиция показалась Юрию Гусеву недостаточно очевидной. Все-таки черные забрали пешку. Пока ничего конкретного им вроде бы не грозит. И поэтому Гусев продолжает набрасывать фигуры в атаку. Конь Д5. Белые мчатся вперед на всех парах. Но в этой позиции черные вновь могли вскрыть игру к свою пользу. Побить на поле Ф5. И на ответное взятие подорвать пешке ходом А6. Вскрывая ладью. Например, А4. Взятие-взятие. И черные ладья выходят в игру. Да, с человеческой точки зрения не очевидно, что здесь перевес на страде черных. Но движки уверяют в обратном. И говорят о том, что черные здесь достигли значительных уже высот. Так что не будем на этом останавливаться. Однако игравший черными Ауэрбах видимо испугался, что белая пешка может пойти дальше на Ф6. И решил воспрепятствовать этому любой ценой. И он играет Ф7, Ф6. Это жестокая ошибка в позиции. Как вы понимаете, в варианте дракона такие ходы пешками, перекрывающими слона и вырубающими сразу две фигуры из игры, явно не одобряются. И белые абсолютно правильно делают, что продолжают развитие фигур, попутно нападая на пешку А7. Но тут объективно сильнейшим продолжением было бы побить на Ж5, отдать на А7 и попытаться прикрыть поле Б6 ладьей. Ну и в этом случае белые получали перевес в следующем варианте. Давайте быстренько покажу, как белые могут получить перевес. Вариант не очевидный, но тем не менее, именно здесь шахматные движки рисуют перевес на стороне белых. Впрочем, перевес не такой большой и черды могли бы еще удерживать эту позицию. Однако Ауэрбах уже сделал один пассивный ход пешкой и теперь ничто не останавливает его сыграть Б6. Б6 защищает таким способом пешечку на поле А6, но это, конечно, слишком пассивно. Белые кони идут в атаку, пытаются проникнуть на поле Е6. Черные прикрывают это поле королем, выходя королем в центр. Пока что белые просто ставят пешку на Ц3. Черные, зачем ты ферзя отводят на Е8? Не спрашивайте меня, зачем? И белые забрасывают коняшку на поле Е6. Вот оно, вторжение белых скакунов. Взятие на Е6, взятие пешкой. Теперь в случае смелого взятия королем, белые готовы сыграть ферзь Б3. Высвечивая диагональ напротив черного короля, королю придется, скорее всего, убегать на Д7. Ну тогда шаг на Б5 и после хода конь Б4 теряется качество на поле Ц6 и белые продолжают атаку. Поэтому взятие пешки Е6 не годится и король отступает на поле Ф8. Ну что ж, перед нами задачная позиция. Черные стоят максимально пассивно. Все фигуры сгрудились вокруг короля. У белых все фигуры готовы к атаке и надо найти точечный разрушающий удар. Гусев не останавливается перед жертвами. Конь бьет Ф6, вскрывая позицию короля. Теперь если побить пешкой, то последует взятие на Д6 шахом и потом взятие на поле Е5, пользуясь связкой по линии Ф. Поэтому черные хотят хотя бы от коня избавиться. Забирают конем, взятие пешкой, взятие слоном. Но шаг на поле А6 вынуждает короля отступить на поле Ж8. И в этой позиции начинается самая красота. Жертва качества ладья бьет Ф6. Черные забирают ладью. И здесь ферзь бьет Д6. Обратите внимание на оценку шахматных движков. Движки утверждают, что ферзь Д5 легко выигрывает, а ферзь бьет Д6 упускает победу. Но мы с вами узнаем, что в 1946 году люди считали точнее, чем шахматные движки. Итак, ферзь бьет Д6. Черные делают ход ладья С6. И на отступление ферзя планируют побить пешку на поле Е6. Например, ферзем и уравнять шансы. Но не тут-то было, здесь и начинается та самая комбинация, ради которой мы разбираем эту партию. Внимание! Юрий Гусев жертвует ферзя, отдает его за коня на поле Е5. Ответное взятие и ладья Ф1. Создавая матовую сеть вокруг черного горля. И при случае грозя забросить ладью на поле Ф8. Ну, например, в случае взятия пешки на Е6, последует слон С4 и связка. И следующим ходом мы бьем этого ладью и потом объявляем мат на поле Ф8. Черные абсолютно беззащитные. Но, конечно, пешку брать не обязательно. Здесь Аюрбах понял, что грозит вторжение на 8-й ряд. И решил прикрыть 8-й ряд ходом ладья Ц8. И что же белым действовать дальше? Как им продолжать атаку? Ведь у черных, по сути, лишний ферзь в этой позиции. И поле Ф8 надежно прикрыто двумя фигурами. Внимание! Слон Д1 ведет своего слона Гусев на поле Б3, чтобы просветить диагональ напротив черного короля. Черный находит единственную защиту. Это поставить ладью на поле Ц4. И потом подкрепить эту ладью пешкой на поле Б5. И в этой позиции сказывается гидиальная комбинация Юрия Гусева. Слон бьет Ц4. Сразу скажу, что это не точный ход, который, по сути, упускает победу. Но мы пока посмотрим просто главную идею белых в этом варианте. Итак, сломбит Ц4, взятие пешкой. И белый просто подрывает пешку Ц4 ходом Б3. Здесь пока посмотрим, как было в партии. А7 А5. Взятие на Ц4. Ферзь тормозит белые пешки. Контролирует поле Ц5. Контролирует поле Ф8. Ну а белый пока отводит короля, чтобы на поле Ц5 было без шаха. Черный выводит ферзя на А3. Но ферзь постоянно должен контролировать поле Ф8, чтобы туда не заскочила белая ладья. Пока что ладья Ф2. Прикрываю пешечку на поле А2. Ферзь стоит на месте. И ладья Ф1. Теперь, в случае, если бы черные продолжили повторять позицию, скажем, сыграли Ф3, то белые выигрывают за счет вторжения ладьи на 7 ряд. Угрожает просто шах на поле Ж7. И после чего король становится под скрытый шах. Ну, например, шах на Б2. Король отступает. Взятие на Ц3. Король отступает. Шахи заканчиваются. Надо куда-то отводить ферзя. И здесь следует просто ладья Ц7. Создавая угрозу мата по 8-му ряду. Этот ход вынуждает ферзя встать на 8-му ряд. Ну, и теперь вот она комбинация с завлечением. Король идет под шах слона. И ладья Б7. Шах от слона. Мы выигрываем ферзя и выигрываем партию. Таким образом, повторять позицию не получалось. Черные попытались сыграть Ж5. Таким способом как-то контроигру обозначали. Но это только дало белым дополнительные возможности. Ладья идет на поле в 5. Ж4. И белые начали прорыв пешками ходом Ц5. Теперь в случае взятия на Ц5 белый просто объявляет мат в один ход в поле Ж5. Последовал ход в ферзь Д8. И белая пешка беспрепятственно проходит в ферзи. Вы не поверите, но черный ферзь так и не смог оторваться от поля Ф8. И по сути он пропускает эту пешку. Последний шанс заключался в ходе ферзь Е8. Но тогда следует Ладьяев 8 шаг. Взятие. Взятие. Взятие королем. И пешка проходит в ферзи белый. Выигрывает. Давайте теперь немножко откатим назад. И посмотрим эту комбинацию с самого начала. Конечно, сама задумка пожертвовать ферзя ради того, чтобы потом черный ферзь оказался беспомощен против движения белых пешек выглядит поистине гениальной. Но вот в этот момент после хода Б5 белые на самом деле совершили серьезную ошибку. Немедленное взятие на Ц4 упускает победу. После взятия белые сыграли Б3. И если вы помните, в партии черные ответили А7, А5. Никто из комментаторов до этого не отмечал этого момента. Но черные делали этюдную ничью, забирая пешку на Б3. Казалось бы, какая разница? Размен, размен. И только потом черные играют А7, А5. Оказывается, что разница есть. Итак, в Ц4 белые толкают пешку, черные должны играть в Ж5. Их задача избавиться от всех своих пешек. Белые толкают пешку дальше на Ц5. И здесь очень важно сыграть А4, пытаясь таким способом сдать одну из черных пешек. Итак, давайте посмотрим принципиальное взятие на А4. Тогда следует ферзь Е7. Нападая на пешку Ц5 с шахом, пешка проскакивает дальше. Шах на поле Ц5. Ну и теперь, если король куда-то отступает из-под шаха, например, на поле Х1, то черные играют в ферзь Б4. И все еще, контролируя поле Ф8, готовы объявить шах из поля Е4. И поверьте, здесь от шахов белым не уйти. Черные объявляют вечный шах с резьем. Поэтому, чтобы спастись от шахов, надо играть ладья Ф2, перегораживаясь и пытаясь спрятаться королем на поле Ж2. Но тогда черные играют Ж4. Белые толкают пешку на Ц7. И внимание, Ж3, нападая на ладью. Необходимо забирать эту пешку. И здесь черные отдают ферзя на поле Ф2. И перед нами картинная позиция. Один ход осталось для того, чтобы провести пешку в ферзи. Но беда в том, что у черного короля просто нет ходов. Эти поля пробивает слон. Это поле пробивает пешка. И на доске пад! Черные спасают эту партию. Давайте откатим чуть назад. И посмотрим, могли ли белые где-то сыграть по-другому. Например, после размена на поле Б3 и хода А5. Вот здесь вот сыграли черные А4. Может быть, надо не обращать внимания, а просто толкать нашу пешку дальше. Но тогда черные забирают на Б3, играют Б2. И вновь не получается комбинация. Если мы отдадим ладью, тогда черная пешка проскочит в ферзи. Поэтому надо играть король Ж2. И здесь черные сбрасывают эту пешку. Надо ее забирать. Черные успевают съесть пешку на Е6. И на ладья Б8 просто выходят королем из угла. Отдают ладью. И здесь объявляют миллион шахов белому королю. И также спасают партию. Таким образом, в этой позиции, побив, получается, ладью на поле С4, белые на самом деле упустили победу. Но для того, чтобы замысел оправдался, надо было сыграть чуть-чуть потоньше. Вместо того, чтобы немедленно забирать ладью, надо сыграть А2-А4. Подрывая опору под этой ладьей. Черные, естественно, защитят пешку ходом А6. И дальше мы отступаем слоном обратно. Черные вынуждены стоять на месте. У них нет активных ходов. Они должны контролировать ферзем поле Ф8. И в этот момент следует ход Б4. Пешка проходит вперед. И дальше, куда бы ни играл ферзь, например, в этом случае, забираем ладью, забираем пешку и проводим пешку ходом Б5. И вот в этот момент уже не получается патовая идея. Не получается объявить вечный шаг. Мешают вот эти две пешки. И белая пешка просто триумфально проходит в ферзи. Ну, например, еще раз покажу эти варианты. Вот так вот все стоит. Так, допустим, как-то держат черные. И здесь просто ладья Ф8. Взятие, взятие, взятие. И пешка проходит в ферзи. После чего побеждают белая. Колоссальная партия. И колоссально фантастическая идея жертвы. Которая, безусловно, останется навсегда в наших сердцах. И так началось все с жертвы коня. Потом шаг. И вот она, жертва ладьи. Взятие на Д6. И жертва ферзя за коня. После чего черный король попадает в матовую сеть. Постоянно грозит мат с поля Ф8. И дальше перевод ладьи. Слона на поле Б3. Ну и здесь очень красиво. А4, А6. Слон отступает. И дальше мы играем на любые хода Б4. Забираем ладью. И просто толкаем пешку Б в ферзи. Поэтому черный ферзь абсолютно беспомощен. Не может он съесть пешку на Е6. Не может задержать пешку Б. И ему остается лишь молча наблюдать за гибелью собственного короля. Что ж, если вам понравился обзор, не забывайте ставить ваши лайки и подписываться на канал. А с вами был Евгений Шувалов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова